Доброго денёчка или вечерочка, ты просто хорошего настроения. С вами как всегда Zip и сегодня у меня на канале геймплей игры, которая называется The Night's Witch. Это динамичная приключенческая метроидвания с элементами шутера, и что примечательно, мир которой нарисован абсолютно вручную. Главному герою предстоит применять заклинания, карты, заводить друзей, принимать судьбоносные решения, чтобы спасти свой дом и остановить войну с големами. Разработчики обещают свыше 30 разновидностей карт, от выбора которых будет зависеть стиль игры. А ещё ведьмы-рыцари черпают свои силы от доверия и благодарности местных жителей, поэтому игроку предстоит совершать много различных хороших подступков. Но я так понимаю, что плохих поступков не получится в этой игре выполнить, поэтому давайте посмотрим, что игра из себя представляет. Погнали! Наша планета могла погибнуть 14 лет назад. Мы жили счастливо, впервые в истории мира объединился. Под своими знаменами всех собрал дом Дайгадай. Дайгадай верили в науку, развитие, прогресс, будущее оказалось светлым. Затем природные богатства начали истощаться. Чтобы поддерживать наш образ жизни, правящая семья Дайгадая отнимала планеты больше, чем та могла дать. Начались протесты, которые привели к появлению группы детей Великой Геей. Она преследовала одну цель – спасти планету во что бы то ни стало. Чем быстрее леса превращались в пустыни, тем больше жители планеты бунтовали, но они ничего не могли изменить. Без подготовки и оружия было невозможно противостоять армии големов, которую создал дом Дайгадай. Все изменилось, когда пробудились рыцари-ведьмы. Они были подобны самим стихиям. Они умели летать, обладали невероятными способностями и творили магию, от которой не мог мечтать никто из нас. Они черпали свою силу из доверия. Чем больше мы верили в них, тем сильнее они становились. С их помощью каждый из нас мог присоединиться к борьбе. Нам лишь нужно было верить в них всем сердцем и душой. Совсем скоро они стали символами восстания, символами надежды. Дом Дайгадай трепетал перед ними. Их имена знал каждый. Это история о том, как рыцари-ведьмы положили конец войне. Это история битвы под расколотым небом. Это девчачья игра. Ладно, ну, это метроидвания, да? Как я уже сказал, приключение метроидвания вот с таким вот видом сбоку. Робин. Небо расколото, планета умирает. Мы проиграли, все наши старания были напрасны. Нет, 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 не сдадимся. Мы закончим сражение, наверняка еще можно спасти всех. Импедратор должен покинуть трон. А где противники? Так. Летает? Это уже хорошо, уже мне нравится. Как минимум прыгать не нужно будет. Так, на пробел тоже выстрелы, прикольно. Майлозы защищат горожан. Торопись, Робин. Ай. На пробел неудобно, кстати, стрелять. Что по интерфейсу? Справа, снизу у нас есть некие кнопки 1, 2, 3. Они пока что еще закрыты. Это карты. Умения, так понимаю. Значит, сверху, слева у нас КПшечки. И еще какая-то ячейка. Я пока что еще не понял, что у нас она значит. Ну, вид сбоку, да, прикольно, конечно. Это мне... Ой. Пропустил. Уже два удара пропустил. Я думаю, что на ПКМ, на правую кнопку мыши, тоже еще что-то будет. Стучки какие-то собираю. О, карту можно сделать. Давайте попробуем. Ага, прикольно. Умения открываются, когда я набираю вот эти штуки вкусные. Музыка интересная такая. Что думаете об этой игре, тоже напишите мне обязательно в комментариях. Мне будет интересно узнать, что вы думаете. А также непосредственно ставьте лайкосики. А не строят стену за стеной. Мы разрушим их все. Жух! И ты петух. А, нет. Ирина уже там. Нам пора покончить с этим. Спасибо за помощь, Сикра. Оставайся на позиции. Ни один голем не должен прорваться. Есть капитан. А, я ищу капитан. Ну да, точно. Один, два, три. Спасибо, я уже обнаружил, что... О, есть. О, ничего себе, щит есть. Слушайте, если привыкнуть адаптироваться под эти все штуки, то я думаю, что это прикольно будет. И очень, очень необычно. Потому что вот... Карты меняются, видите? Одно, конечно, сложно. Это то, что... Я же не знаю карты. То есть, если есть где-то гайд по картам, их неплохо было бы запомнить. Например, визуально, да? Ого, котеечка. Я в жизни не видела двери прочнее. Император должно быть совсем близко. Лети, пока мы удерживаем ее. И погоди, я хочу кое-что сказать. Небо рушится. Я не знаю, как нам все исправить. Многим кажется, что это конец, но я не боюсь. Если кто-то и может сотворить чудо и спасти всех, так это ты. Я знаю. Я это сделаю. А есть какие-то секретки? Нету. Меня смущает то, что я похилиться пока что не могу. Видите, карта первая поменялась. Она абсолютно другая сейчас. И это очень интересно задумано. Очень. А, это оружие мое. Слева сверху, с хпшечками рядом, это оружие. Вот первый босс, а у меня пятка хп. Хе-хе-хе. Император Эрэп. Робин, это ты во всем виновата. Я? Ты в своем уме? Твоя семья так боялась лишиться земных благ, что превратила планету в пустошь. Из-за нее само небо испещрили трещины. Ты же знал, что это случится. Для чего ты копил свои богатства? Значит, ты не понимаешь, в чем твоя вина? Вы, рыцарь, ведьмы, всего лишь оружие, созданное общественными сознаниями. Страшное оружие, несомненно. Такое не купить ни за какие деньги. Чтобы противостоять вам, пришлось направить все силы на создание военных механизмов. Но до начала войны у нас даже летающих големов не было. Только представь, чего мы могли достичь вместо этого. Мы стояли в шаге от полетов в космос. У нас была возможность покинуть эту умирающую планету и покорить новые миры. Новые миры постигла бы та же участь. Нет, Эрэп. Мы ни в чем не виноваты. Если планета умирает, нужно не бежать с нее, а исправлять свои ошибки. Наивно. Если бы мы закрыли все заводы, по вашему требованию, жизнь исчезла бы за считанные годы. На мертвой планете она погибнет быстрее. Сегодня ты заплатишь за все. Ты всего лишь летающая знаменитость. Я поставлю тебя на место. Внимание, императоры! Эрэп, дай гэ дай! Эй, 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 эй! Тише, тише, тише будь! Я до него не достаю. Ого! Жухнуло! Кап оф хед мне чем-то напоминает немножко. О, ульта! О, о-о-о! Нормально! Дайте мне хилку какую-нибудь, пожалуйста! Я очень хочу хилочку. Блин. Я за счетом встан. Ай-яй-яй! Еле упер Точка, щит Воу Как-то он не вовремя исчез Слушайте Да, блин Сначала нажмите F Так, ну это контрольная точка Хорошо, она прям Перед боссом Интересно, сколько попыток Нету здесь такого, что Несколько раз умер Как в старых Дэндевских играх И до свидания А, я сам через свой щит не пробиваю Блин, прикольная игра Ну, то, что я отвлекаюсь на карты Это, конечно, минус Я тогда не успеваю следить за тем, что летит в мою сторону И уже столько Лайтовых ударов поймал Ну, вот смотрите Опять, видите Ладно, ладно Ну, давай еще попыточку Справа еще показано Сколько зарядов тратится на карту Вот, их там шесть, по-моему Максимально зарядов Да Уже я поймал удар Ай, блин Ой, ой, дурак Ой, дурак Я забыл про них Про этих уродов Да Да, на карты отвлекаешься Уделяешь из видов О-о-о Опять одна хп-шечка Да черт побери Так, ахилки там, я так понял Не выпадают Ну, уже рядышком Уже рядышком Да Я уверен, что боссы дальше, конечно же Будут сложнее, тяжелее Нуднее И всячески вымораживающие Но графика нарисована просто божественно Я, вот Ребятки, которые рисовали Просто им хотелось бы руку пожать Мне кажется, мы Этот героиня медленно летает Очень медленно Среди всех этих спецэффектов Немножко теряешься Вот видите, опять я поймал Удар Просто на халяву О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Давай-давай, сдохни, сдохни, Боббик. Есть. Ой. Не может быть, я отказываюсь в это верить, откуда в тебе такая сила? Она принадлежит всем жителям планеты, я обрела её благодаря доверию к рыцарям-ведьмам. Все мечтают о твоём поражении, я лишь сражаюсь за тех, кто мне доверяет. Неблагодаренные шавки, вы кусаете руку, которая вас кормит. Все мечтают о моём поражении, что ж, вашим мечтам не суждено сбыться. Давай, иди нахер на своей… Что? На чём он там прыгает? Чувствую энергии, много энергии. Что он делает? Он же сейчас взорвётся. Когда самолюбие превратило Эреба в безумца, мы все были связаны с Робин узами доверия. Узы доверия – это связь между сознаниями, благодаря им Робин чувствовал нашу поддержку, а мы её состояние на поле боя. Тогда-то и случилось чудо. Все надеялись на Робин, все желали ей победы, мы никогда раньше не ощущали такого единения и едва сдерживали слёзы в ту минуту, когда она была настоящей богиней. А она нанесла решающий удар, игра на этом закончилась. Шучу, ребят. И в этот момент война окончилась, проиграли все. Семья Дайгадай погибла, тщетно пытаясь сохранить старый уклад жизни. Дети великой геи не смогли спасти планету, над которой раскололось небо. Казалось, что всё кончено, но судьба дала нам ещё один шанс. В кратере, оставшемся от последнего удара Робин, мы обнаружили спуск в тоннеле. Выжившие бросили оружие и устремились под землю. В тот день мы попрощались с поверхностью навсегда. Мы обнаружили заброшенный город Подземидас, построенный древними гигантами Чарокари. Они возвели его вокруг огромной машины, поддерживающей жизнь вокруг. Он был даром свыше, он стал нашим домом. Подземидас и машина дали нам энергию, кислород, еду, кровь и надежду на будущее. Мы каждый день благодарили рыцаря-ведьмы за эти четырнадцать лет мира. Спасибо вам, рыцаря-ведьмы. Спасибо тебе, Робин, непобедимая воительница. ЗАЛ ГИГАНТОВ Мегафон Обязательно приходите сегодня в вещачий замок всей семьей, чтобы присоединиться к празднованию первого дня Робин. Теперь я Робин. Это почему? В прошлый раз ей была моя очередь. Нет, девочки играют за Робина, мальчики играют за Эраба. Готовься к смерти. Если я не Робин, я вообще не хочу играть. ЗАЛ ГИГАНТОВ Мегафон Обязательно приходят за Эраба. Связь с Акаем, путеводный ветер. Если мы будем двигаться вместе, мы не пропадем. Если вы заблудились, нажмите ОГЭ и волшебный прорыв ветра укажет куда идти. Нажмите ЭФ. Туда. Ну да, это уже какая-то другая героиня совсем. Привет, Рейн. Ты же тренировалась вместе с Робин. Повезло тебе. Ты каждый день видела будущую спасительницу всего мира, да? Вроде того. Расскажи мне что-нибудь про нее. То, чего никто не знает. Не буду ей ничего рассказывать, Мирере. Вы это уже все обсуждали. Зануда. Тебе в лоб. Меж глаз. В смысле, простите, пожалуйста. В глаз. Какие-то странные создания. Мама, давай уже пойдем в замок. Робин скоро будет выступать. Мы все пропустим. Не бойся. Не пропустим. Сегодня все в подземелье увидят Робина. Возьмем с собой китату. Что происходит вообще? Ну, везде культ, короче говоря, да? Три хпшки у меня, кстати. А у той было шесть. Привет, Рейн. Ты готова увидеть, какой сюрприз я для тебя приготовил? Наверное, да. Конечно, показы. Если честно, я заинтригована. К этому дню, Робин, мы с ребятами должны были сделать кучу фонариков, разукрашенных под боевых колемов. Знаю, знаю. Так себе украшения. Я спросил, можно ли сделать несколько таких для себя. Мне разрешили взять несколько штук. Ладно, ты так чему? Но я ведь понимаю, что ты чувствуешь. Мы это обсуждали, и на лице у тебя все написано. Ты до сих пор переживаешь, что тебя не взяли в рыцарь и ведьмы. С тобой обошлись несправедливо. Вы были как сестры, а тебе запретили им помогать. Пока все празднуют годовщину битвы под расколотым небом, ты ходишь грустно, а теперь ее и вовсе назвали Днем Робин. Вот я и подумал, что тебе не помешает спустить пар. Мне очень приятно, и я не отрицаю, что хотела сражаться за планету. Но ты зря волнуешься. Моя помощь не понадобилась. Рыцари и ведьмы были гораздо сильнее, чем я. Знаю, знаю. Теперь потяни за рычаг. Ого, откуда они взялись? Кто не ожидал получить в подарок собственное стрельбище? Может, тебе и не допустили до големов во время битвы, но на обучение ты стреляла лучше всех, помнишь? Да, у меня неплохо получалось, но это было давно. Я уверен, что ты ничего не забыла. Постреляй по целям. Ладно, это обучение, давайте пропустим. Не сильно хочется. Неизвестный противник просит всех жителей укрыться в замке. Город под надежной охраной. Повторяю, замок под надежной охраной. Его защищает Робин. Ну нет, я все пропустил, а что происходит? Вперед! О, это уже настоящие. Настоящие боевые големы. Они же спиртнели опасны. Откуда они взялись здесь? Последние такого голема сломали давным-давно. Походу, теперь придется нам ломать голема. А нам карточки не дали. Никакими карточками я пользоваться пока что не умею. Прикиньте. Ну какие-то зелененькие штучки я собираю. Что бы это ни значило. Вернуться домой. Ладно. Я думаю, что с геймпада было бы удобнее играть. Дверь скована цепями. Что происходит? Мне нужно попасть на ту сторону. И я туда попаду, даже если мне придется что-нибудь сломать. Понятно. Видимо, придется сломать что-то, что не по пути нам. Окей. Окей. Ну, я так понимаю, это вот сюжет только начинается. Дальше будет веселее, естественно. А что ящики дают? Отдохнуть и подумать. Я думал, что подземь даст последний город на планете. Но у нас... На нас кто-то напал. Нужно скорее найти Акаи. Возможно, он уже дома. Дед Маяка. Это точка сохранения, если вдруг кто не понял. Поезд. Блин, какая классная рисованная графика. Не думал, что я буду графикой восхищаться именно рисованной. Мы в детстве как-то все в 3D. В 3D было аж пиксели, потом 3D графика появилась. Тоже пиксельная. Потом она начала все лучше и лучше, красивее становиться. И потом все... А сейчас уже как кино, блин, выглядит. В некоторых играх графика. Как будто бы в кино играешь, а не в игру. Молодой стражник, мы окружены. Что нам делать? Эй, там помоги нам, пожалуйста. Естественно помогу. Только посмотрю, что в бочках. Ни хера. Почему я карты не могу юзать? Потому что мне их не научили. Лайкоськи ребят ставим. Комментики оставляем. На стримы заходим. Робин. О, Робин, умоляю тебя о спасении. Мы возносим твои хвалы длинно и нощно. Как я? Расслабься. Эта девушка разобралась с големами. Правда? Спасибо, спасибо. Спасибо тебе. Ага, вот уровень доверия повышается. Нас чуть было не запихнули в эти клетки. Они всех туда запихивают. От меня тебе тоже большое спасибо. Постой, ты летаешь как рыцарь и ведьм. Где я этому научилась? Долго объяснять. Как ты видел, кто кого сажали в клетке? Может и видел и моего мужа. Зовут Акай. Он Инферон. Нет, извини. Акай, где ж теперь тебя искать? Вам что-нибудь известно о напавших? Кто они? Откуда? Что им нужно? Не могу знать. Мы даже не в состоянии обороняться. Классные стражники, блин. Ладно. Телепортировать умею их за счет того, что они доверились этому герою. Эвакуация мирных жителей важная часть обучения, которое проходит рыцарь и ведьмы. Увидимся. Чпоньк. Вот. Вот. Вернуться домой за картами. Погнали. Ага. Это с подстав... Опа. А, хилочка мне не понадобилась. Блин, а зря я его взял. Я думал эта штука мне повысит количество хп. Ну ладно. Так, хпшка мне не нужна. А вот теперь нужна. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Притягивайся. Расстояние с небольшого. 186 штучек этих насобирал. Интересно, обязательно было сохраняться? Эта штука наверное неуничтожимая. Акай? 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 Пусть здесь нет. Где же он? Наверное на рынке. Происходит что-то немыслимое. Может быть, этих големов забыли разобрать? Никто же не будет нападать на последний оплот цивилизации. Акаи умеет сражаться, но он не станет рисковать понапрасну. К тому же, рынок рядом с замком. Там должно быть безопаснее всего. Я хотел, все равно надо скорее лететь туда. Где же мои карты заглядания? Кажется, на втором этаже. Да, кажется, на втором. О, мои старые карты. Надеюсь, они все еще годятся. Теперь надо найти астральный маяк и привести их к действию. Блин, я уже думал, можно будет воспользоваться. Где этот? Переиспытание. Ну, наверное, выйти надо, да? Вот он. А, тьфу ты. Изменить колоду. Ух ты. Подготовить колоду из карт заклинаний проще, чем кажется. Сначала выберите любую колоду из сумки. Число в верхней части карты показывает, сколько сфер маны вы потратите на заклинания. Пока что следить за этим не обязательно. Выберите ячейку ниже, чтобы положить карту. Не переживайте о том, что карты кончатся. После применения заклинаний они не исчезают, а возвращаются обратно в колоду. Выбери... Вы можете выбрать одну и ту же карту дважды, если у вас есть копия. А копий нету, да? Смотрите, обратите внимание, здесь есть несколько разных видов карт. Разрушение, оружие, призыв, обман. Ну, я так понимаю, что... Ага. Вот этих можно две, допустим, повесить. Значит, у нас их была копия. А как понять, что копия есть? Отлично, теперь все готово к применению заклинаний. Чтобы изменить колоду, отдыхайте астральных маяков. Ну, понятно. Отлично, карты готовы. Правда, я никогда не пользовалась ими в настоящем бою. С другой стороны, я помню почти все то, чем у нас учили. Почти. Так, надо сосредоточиться. Начнем с азов. Рыцари-ведьмы пополняют свой запас маны прямо во время боя. По крайней мере, в теории. Попробую проверить их на тех пугалах. Понял, за чего эти пугалы висят. Все, класс, отлично. Нас учили создавать тренировочный чертог. Там мы можем испытать различные сочетания. Надо постараться, может получиться восстановить свой чертог. Все рыцари-ведьмы могут создавать в своем сознании тренировочный чертог, чтобы испытать заклинание без ограничений. Чтобы посетить его, отдохните в астральном маяках. Я понял. Это обязательно? Цель добраться до рынка. Внимание, противник. Выходит из засады. Че? А, и все, что ли? Так, обратного пути я вижу нету. Перекрыто, видите? Оу, поймал. Поймал маслину. Блин, я взял хилку? Серьезно? У меня всего маны может быть 3 единицы. Я, походу, не всех еще раскидал. Судя по шкале, снизу. Ай-яй-яй. Ух ты, пулемет. Серьезно? Серьезно? Блин, с самонаводкой. Ну, такой, не очень хороший, но тем не менее, они летят преследуя. Так, отлично. Всех раскидал. Хилочки мне не дадут, нет? Пошел-ка ты нахер, да? Со своими хилочками. Какие тебе хилки? А, надо даже у маяка отдохнуть. Давайте попробуем. Все, хпшечки мы восстановили. Желко, быстрее лететь не может. Не понял, мне их заново раскидать придется, что ли? Нет. Но некоторые мобы отресались. Меня это насторожило. Мне интересно, на что кристаллы можно поменять. Ох ты, там какая-то еще штука. Блин, поймал он халяву. Зачем мне сюда надо идти? А, эти камешки дают мне заряд. Нормально. А, рынок там. А что наверху? Наверху просто замкнутая комната, кстати. Оглушил? Там, наверное, карта будет. Не, просто кубики. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй, они притягивают. Капец, и что делать? Ну, вот этого притяжения я вообще никак не ожидал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, какой-то замок открыл. Нужно еще какой-то... Ага. Понятно. Некоторые заклинания бьют сквозь препятствия. Мы все еще не на рынке. Скелет. Эй! Эй, ты там! Я? Погоди. Ты же один из тех скелетов, которые продают кексы? Да. Да. Свежие кексы не интересуют? Нет. На город ниоткуда напали армия големов. А мне нужно найти мужа, который наверняка прямо сейчас борется за свою жизнь. Ого. Тогда понимаю. Жаль, конечно. Сегодня почему-то никто не приходит за кексами. Некропекарь думал, что мы продадим их целую гору. Сегодня же праздник, как-никак. День Робин. Может проблема в том, что все укрались в замки и попали в плен? Ну да, големы нападают только на живых, а нежить их не трогает. Что ж, значит тебе повезло. До свидания. Стой. Стой. Я думаю тебе помочь. Все равно моя печь простаивает. Она годится не только для кексов. Например, я в ней могу выковать тебе доспех. Только не жди, чудо. Я все-таки пекарь, а не кузнец. Так что долго он не протянет. Ух ты. Доспех мне пригодится. Что же ты хочешь за него? Ничего. Только топливо приноси. Доспехи куются при очень высокой температуре. Из големов выпадают какие-то кристаллы. Я могу приносить их. Однако же они буквально излучают энергию. Идеальное топливо. Отлично. Значит, договорились. Я всегда рад новым покупателям. Спасибо за визит. А, доверие повысилось. Заходи к пекарю и помни. Кексы я тоже пеку. Доспехи это так. В порядке исключения. Я знаю. Дек отмечу свою пекарню на твоей карте. У меня завалялись наклейки в виде кекса. Обязательно приходи еще. Отлично. Что можешь сделать? Ага, одну дополнительную хпшечку. А кекс дает выпечка, за которую можно умереть. Хотя, вообще-то, она восстанавливает здоровье. Ну, здоровье у меня полное. Прекрасно. А еще одну штуку можешь сделать? Как же есть доспех. Понял. Дополнительная хпшка. Не знаю, насколько надолго она или нет. Мы, пожалуй, на этом закончим данную серию. Потому что, потому что она и так сильно затягивается. Вот. А сокращать толком-то нечего. Все такое интересное. Если бы у меня было гораздо больше времени, я бы, наверное, эту игрушку бы прошел. Но, увы и ах, ограничения во времени делать не это невозможным. Так что, ребятки, был рад представить вам эту игру. Поставьте, пожалуйста, лайкосик. Оцените еще комментарии. Ну, и, конечно же, берегите себя. Всем удачи. Пока-пока. Ах да, не переключайтесь. Там еще есть куча других видосиков. Их больше тысячи. Пока.